Я рада приветствовать всех, кто в такую рань проснулся, кто встроил время, чтобы посетить наше обучение, нашего проекта «Просто». Не вся, но всё-таки почти большая половина директоров. Как вы можете заметить, здесь люди возрастов разных волок. Здесь есть и мужчины, и женщины, и девушки, и женщины в солидном возрасте, и совсем молоденькие, и юные. То есть в нашем проекте, по большому счёту, достигают успеха люди разных возрастов. Немножко познакомимся со мной. Меня зовут Ясюкевич Мария, я директор компании «Арифлейм». В обычной жизни до «Арифлейм» я была инженер-технолог на заводе «Керамин». И в «Арифлейм» я не искала. «Арифлейм» мне не нужен был, потому что у меня был очень хороший доход. У меня доход был около 1000 долларов, и у меня была руководящая должность. Как вы понимаете, в деньгах я не нуждалась. И «Арифлейм» мне абсолютно не нужен был. При том, что почему я сегодня читаю школу с возражениями. Одним из возражений, не одним, я в принципе прошла «Арифлейм» с сплошным возражением. Я говорила, что у меня на всё аллергия, при том, что я ничем не пользовалась. Клянусь вам, как на духу рассказываю. У меня была одна водичка туалетная, и буквально перед тем, как я почти пришла в «Арифлейм», и тушь, которую я взяла, открыла, попробовала нанести. Естественно, тушь, она была жидкая, и мне не понравилась, как она ложилась на мои реснички. И я сказала, что эта тушь плохая. При том, что это тушь 5 в 1 наша, которая на сегодняшний день продаётся одна штука в одну минуту. Представляете, какая у нас крутая вещь. И практически компанию «Арифлейм» у нас узнают по смягчающему средству и тушь 5 в 1. То есть это те продукты, на которых практически нет возражений. И ещё я, конечно, возражала, потому что здесь денег не заработаешь. Это нужно было начинать раньше. Ребята, кто, у кого есть такие возражения, были такие возражения, поставьте тоже мне плюсики. Да. То есть, ну, на сегодняшний день, и, ребят, через полгода, вот видите, я не одна такая, при том, что я 7 лет пришла назад в «Арифлейм». Ребята, с тех пор ничего не изменилось, возражения остались те же. Поэтому по предыдущему домашнему заданию были ли у вас вопросы? Кто делал домашнее задание? Ребят, честно отвечайте, я вас не вижу, вы меня видите, поэтому были. И, ребят, с теми у всех практически, все столкнулись с проблемами, да? Смотрите, у нас в чате, мы создали специально для вас чат, в котором можно обсуждать эти вопросы. Отвечая на вопросы одному консультанту, вы можете встретить свои вопросы. Поэтому не стесняйтесь, задавайте в чатах вопросы. И еще большая просьба. Мы читаем, мы люди, ну, мы ведущие, кто дает вам задание, мы обязательно контролируем и отвечаем на ваши вопросы. Поэтому сделали домашнее задание все. Напишите, вот кто честно выполнил все домашние задания. Поставьте единичку, единичку поставьте, и мы будем видеть, сколько вас. Спасибо вам, спасибо. Спасибо, что вы выкладываете свои посты, не стесняясь, потому что именно вас проверит наш руководитель чата и скажет именно ваши ошибки, потому что все равно, ребята, каждый сделает свои ошибки. Это раз, а когда у вас профессионал делает работу над ошибками, именно над вашими ошибками, вы понимаете, что это круто. Вижу, что кто-то еще не сделал, кроме баллов. Сегодня тоже вам подскажу один из таких хороших методов, чтобы вы сделали свои баллы, выполнили свое задание домашнее. Ребята, вы должны четко понимать, что вы пришли делать сюда для себя, не для нас. Я этот путь уже прошла, я это уже сделала. Поэтому будут ли у вас результаты, это будет зависеть только от вас, насколько вы серьезно относитесь к этому делу. Мы вам даем систему, система, которая уже отработана, система, которая дает результат и система, которая работает. С вами, вами делятся опытом люди, которые не теоретики, люди, которые практики. Поэтому я вам рекомендую все-таки прислушиваться, если вы действительно пришли зарабатывать сюда деньги. Ребята, напишите, поставьте двоечку, кто пришел в Арифлейм за деньгами. Троечку, кто пришел сюда послушать, посмотреть. И четверочку, кого просто притащили. Замечательно, замечательно. Ребята, я очень рада вас видеть, потому что я действительно тоже в Арифлейм пришла за деньгами. И одна из... То есть по поводу домашнего задания. Если вы будете идти к нам на контакт, мы вам обязательно подскажем, поможем, как справиться с этими своими какими-то недопониманиями в домашнем задании. Если вы будете игнорировать, именно вот сейчас пропустите какое-то непонятное задание для себя, следующее пропустите, вы понимаете, что вы оттягиваете свое, как бы свое приближение к заветной цели. Я думаю, что каждый из вас, перед тем, как начинать этот бизнес, определился, зачем и вам деньги от компании Арифлейм. Поэтому, если вы будете игнорировать наше домашнее задание, не ждите результат быстро. Все, что мы вам рассказываем, все, что мы вам даем, это результат трех-шести месяцев, и вы придете к цели. Поэтому, ребят, относитесь к домашним заданиям серьезно. Помните, что вы их делаете для себя, вы нарабатываете новые навыки, вы пришли в новую профессию, можно сказать. И если вы сейчас игнорируете инструкции, то есть мы, по большому счету, даем вам инструкции. Но мы не сможем вас все равно отследить. Одно дело, когда… Марина, поговорим еще о баллах, у нас еще будут занятия по баллам. Одно из… Перебили меня. То есть это система, которая дает результат. У меня буквально в августе месяце девушка сделала первый заказ, она на сегодня, за два с половиной месяца, она вышла на уровень 18%. Ребята, если у кого-то это получается, почему не у вас? Но на пути к нашему успеху у нас, конечно, есть препятствие. То есть это у нас возражение. Мы сталкиваемся с возражением. Для многих это первая ступенька таких каких-то серьезных, можно сказать, испытаний, и люди не проходят. Потому что боятся потерять деньги, время, авторитет, имидж. Вы знаете, ребят, я тоже была авторитетна и уважаема у себя на работе. Но когда пришла в Арифлэйн, я была никто, и звать меня никак. И для того, чтобы имидж наработать в Арифлэйн, им не пришлось именно отрабатывать и нарабатывать навыки, те, которые необходимы были именно для Арифлэйн. Поэтому вы здесь не торопитесь делать какие-то выводы, не торопитесь делать скоропалительных решений, хотя бы поговорив, пройдя вот этот наш курс, который состоит из 8 занятий. И потом поговорите еще со своим спонсором, с человеком, который вас пригласил. Если ваш спонсор совсем новичок, у вашего спонсора есть директор. Директор – это человек, который пригласил, может быть, вашего спонсора. То есть побеседуйте с директором, напроситесь к нему на индивидуальную беседу, и он вам разъяснит, покажет, расскажет, почему у вас что-то не получается. Почему же все-таки еще люди возражают? Это нежелание менять привычный образ жизни, нежелание менять свои привычки. То есть мы привыкли так жить и не хотим ничего нового в свою жизнь пускать, потому что мы, вы знаете, вообще срабатывает инстинкт самосохранения, и это правильно. Часто люди желают улучшить качество жизни, ну, они вот вроде бы хотят это сделать, но что-то поменять в своей жизни. Они говорят, нет, в принципе, я тоже такая была, я не собиралась ничего в себе менять, я считала, что я совершенно, и мне что-то менять для чего? То есть только в том случае человек не будет менять в себе, если он не понимает, зачем ему это нужно. Понимаете, если вы будете делать те же действия, которые делали, вы будете жить той же жизнью, которой живете. Вот, поэтому Татьяна пишет, мало информации у людей. По поводу этого я вам тоже скажу. Ребята, образование дает деньги на хлеб, а самообразование дает деньги на хлеб и колбасу. Поэтому помимо того, что вы получаете на наших вебинарах, у нас обучение проходит каждый день, помимо того, что получаете наше образование, вы сами тоже еще должны интересоваться информацией той, на которой на сегодняшний день вас интересует. А также вы должны держать тесную связь со своим спонсором, человек, который именно ваше индивидуальное возражение сможет вам помочь разобраться в них. Поэтому, ребята, еще раз вам говорю, кто и не почему возражает. И с этим мы будем сегодня с вами вообще разбираться. Ну и, конечно, еще немаловажный факт, то есть неверная оценка ваших собственных шансов. То есть это называется самооценка. Очень важно, важный отпечаток накладывает на вас ваше окружение. То есть 50% с теми возражениями, с которыми вы встречаетесь, это мнение вашего окружения, в каком окружении находитесь, живете. Дальше 10% — это знания. То есть будут возражения по вашим знаниям, по вашей компетентности в этом вопросе. И, конечно, 40% — мышление. Часто встречаешься с людьми негативными, и что бы ты ни рассказывал, как бы ты ни преподносил информацию, человек просто настроен отрицательно. Ко всему он к миру относится отрицательно, а не то, что к нашему бизнесу. Поэтому таких людей тоже очень много встречается. Иногда, могу вам сказать, иногда на такого человека ты положишь много времени, и он всё равно останется при своём мнении. Поэтому если вы такого человека видите сразу, зачем вам тратить на него время? Пускай живёт в своём мире, не трогайте его. Ведь очень много позитивных, активных людей рядом с вами. То есть выбирайте людей с позитивным отношением к миру. Выбирайте с активным отношением к миру. То есть люди, которые не хотят… К примеру, вот я тут пример, я не хотела в старости жить на 200-300 рублей пенсии. Почему я начала действовать в Reflame? Почему я начала изучать работу с возражениями? Потому что моя цель, чтобы я на пенсии достойно жила. То есть если у меня доход был в 1000 долларов, и потом на пенсии мне уходить на 200-300 рублей, представляете, а здоровье уже не то. Поэтому я решила, пока у меня есть время, и я могу эту науку осилить, этот бизнес, поэтому я решила разобраться. Разобраться, ребят, через полгода я была уже старше менеджера. То есть я вышла на доход в 22%. Чем быстрее вы строите вопрос с возражениями, тем быстрее у вас начнётся личностный рост и рост в бизнесе. Поэтому у нас у многих людей складывается очень искажённое представление об этом бизнесе. И я с вами согласна, что люди возражают, потому что люди возражают, потому что они продолжают с вами беседовать и смотрят на вас. Как вы сможете ответить им на возражения? Какие бывают вообще типы возражений? Почему люди возражают? Как реагировать и отвечать на возражения? Вот сегодня мы с вами на этой школе попробуем разобраться. Так как у нас с вами очень мало времени, я вам в конце дам литературу, дам видео, где вы сможете в спокойной обстановке, с карандашом в руках разобраться в этом вопросе, отметить свои возражения. И, естественно, я жду ваших возражений в чате. Буду каждому отвечать лично на ваши возражения. Типы возражения. Возражения по продукции, возражения по бизнесу и возражения ради возражений. Как я вам говорила, за 7 лет ничего нового не поменялось в этой части бизнеса. Люди возражали, возражают и будут возражать. Вопрос, как вы относитесь. Не важно, как люди относятся к возражению, а важно, как вы отнесетесь к возражению. Если у вас будет опыт и знание, то вы легко восприметесь, легко отнесетесь к возражению и, естественно, ответите. Что у меня там следующее? Так, ага. Вот алгоритм ответа на возражение. То есть, ребят, необходимо... Знаете, когда я пришла, я вам стараюсь, знаете, культурно-тактично ответить. А мне когда-то спонсор сказал, никогда не спорь, когда тебе возражают. Не важно, это в бизнесе, это дома, это в семье, это с друзьями. Спорящих сторонах оба дураки. Потому что, когда человек спорит, там нет истины. Хотя и говорят, что в спорах рождается истина. То есть, вы можете испортить отношения в конце, и ничем хорошим это не запсят. Поэтому, когда вам возражают, вы внимательно выслушиваете человека. Вы внимательно... Вы должны вообще понять, почему человек вам отражает. И всегда задать уточняющий вопрос. Уточняющий вопрос можно... Я правильно вас понимаю? Я тоже так думала. Я точно вас поняла правильно? То есть, какой-то вопрос... Потому что люди иногда возражают, возражают, вот, к примеру, как я человек, да? Я возражала ради возражений. Вот. То есть, вы внимательно человека выслушали, согласились с возражением, да? Вы абсолютно правы. Потом вы... Вот эта фраза «моз». Я тоже так раньше думала. Я вас правильно поняла. Это тоже фраза «моз». И дальше вы приводите факты другой реальности. То есть, вы рассказываете уже своё мнение. Когда человек вам выговорится, он тогда готов вас слушать. Если вы не дали человеку выговориться, человек, вас немножко узнали информацию, вы уже по-другому смотрите на одну и ту же вещь. Но человек продолжает своё мнение отстаивать. Это правильно. Но если вы правильно... Если вы ответите и развеете его все сомнения, он согласится с вами, предложите альтернативу, другой продукт, оставьте каталог, назначьте встречу, пригласите на вебинар, знакомство со спонсором. То есть, смотрите, в любых... То есть, вы человеку, веру, предлагаете каталог, да? То есть, это неважно. Это ваши знакомые, друзья, подруги, коллеги на работе. Люди начинают говорить. Ай, мне это не нравится, мне это не моё, это, в принципе, возражение по косметике. Вы не должны навязывать, ничего не понимаешь. Да там, да, ни в коем случае, никогда вы не должны осквернять своими убеждениями другие компании. Будь это сетевые, будь это продукция магазина. Вы всегда должны тактично относиться и уважительно к другим компаниям. Вы, лицо компании, по вас будут судить о компании. Понимаете, почему? Вот многие говорят, что очень много негативного отношения к Арифлейм. Это не к Арифлейм, это к консультантам Арифлейм. Поэтому будьте внимательны. Если вы видите, что совсем человек, как вам сказать, не расположен на данный момент с вами беседовать, лучше оставить его в покое, найти ещё три. Знаете, из одного битого трёх небитых дают. Поэтому, если вы навязываете продукт, Арифлейм навязываете, человек у вас будет, вообще отношение у него будет к компании отрицательное. В случае отказа, вряд ли что, если вы грамотно ответите на все вопросы, человек обязательно оставит вам номер телефона, если вы пошли к случайным людям, если вы пошли к незнакомым людям. Ребята, есть ли кто у нас, да, так а зачем навязывать? Ребята, если вы навязываете себя, это же вы навязываете. Понимаете, есть люди, которые предлагают. Я вас учу предлагать людям, предлагать людям бизнес, предлагать людям каталог, предлагать людям дисконт. То есть не надо вам, весь человек сразу оценивает вас. У вас первые 3 секунды создать о себе впечатление. По первым 3 секундам человек вас оценивает. Человек оценивает, как вы зашли, как вы выглядите и как вы ему предложение сделаете. Если у вас вот эти первые 3 секунды вы пропустили, то потом вы к себе человека, вы потратите очень много времени, чтобы человека к себе расположить. Поэтому почему человек дальше будет с вами возникнуть? Ему не понравилось в вашем поведении, в ваших словах. Ещё если вы будете неуверены, если вы что-то… Если вы идёте, к примеру, с какой-то целью к человеку, вы должны посмотреть все возражения, которые вы можете получить от него. И это нормально. То есть вы должны понимать, что возражения – это нормально. Вообще возражения в жизни – это плата за любое усовершенствование. То есть вы сидели дома, вы ничего не хотели. И тут раз вам пришла идея собственного бизнеса, вы с этой идеей пошли к своим мужу, к маме, к сестре, а у них-то другие в этот момент были мысли и планы. Понимаете? И он… Это будет нормальный ряд, если человек вам скажет, «Нет, да ты что? Что ты так пишешь? О чём ты говоришь?» И многие я знаю историю других директоров, когда жена уже, извините за мой простой русский, с глазами бешеной селёдки прибегает, рассказывает муж, «Да у нас скоро будет квартира, да я тебе автомобиль куплю». «Да ты представляешь, этот концы с концами свести, а тут она прибегает и говорит какую-то чушь». Конечно, у него будут возражения, потому что тут вопрос тоже с самооценкой будет стоять. Только люди, вот я уже по своей практике могу сказать, люди сразу вникают в суть бизнеса, то есть с этими людьми даже возражения не надо отрабатывать, если они пришли с какого-то собственного бизнеса. Если люди предприниматели, если у них мышление предпринимательское, то есть эти люди уже прошли все возражения, и они понимают, чтобы в этом бизнесе тоже что-то зарабатывать, я, это возражение, они принимают все возражения как вопрос. То есть они вообще не смотрят на этот вопрос, который нужно решить, и точка. То есть вот с людьми предпринимательского склада ума, это вопрос, в принципе, мы никогда не отрабатываем. Но с людьми, которые пришли с обычной жизни, но увидели возможность зарабатывать здесь деньги, и они осваивают эту профессию, новую профессию, директор компании «Арифлей», то, поверьте, вы должны научиться, вы обязаны научиться. Но если вы приняли решение, ребят, еще раз говорю, если вы приняли решение, что вы будете зарабатывать деньги, судя по чату, что все поставили, пришли за деньгами, поэтому я вам говорю, если вы хотите, вы должны, если вы не хотите, вы ничего здесь, никто никому не должен. Вот это тоже должны вы понимать, что мы здесь люди все добровольно обучаемые, обучающие, и результат добиваемся каждый сам для себя. За какой период, тоже каждый сам решает. Как быстро вы справитесь вот с этим пунктом в нашем бизнесе, в нашей всей системе, а этот пункт возражения, как быстро вы их пройдете, так быстро у вас пойдет результат. Ребят, я вам говорила, что мы все практики. Когда-то я очень поверила своему спонсору, а когда он сказал, ты соберешь тысячу нет, и ты дойдешь к своей цели. Моя цель была уволиться с завода и стать предпринимателем, стать директором Мари Флейн. Она мне сказала, что ты должна собрать тысячу нет. Конечно, эта цифра меня изначально напугала, но я вам показываю свою тысячу нет. Видно вам? Вот смотрите, я перескала тысячу нет от руки, вот здесь тысячу нет. А вот здесь моя цель, что первое... Из керамина... Квалификация старший менеджер. Ребята, я вычеркнула только 500 проскочить, поэтому я быстренько еще прерываю. Прерывается. А что именно... Мы прерву, все хорошо. Ну попробуем еще раз. Ну вы уже, простите, попробуйте вы перезапустите свой компьютер у тех, у кого прерывается. Вот. Поэтому возражения по продукции, ребята, они были, есть и будут эти возражения. Они одни и те же. Одни и те же. Я не пользуюсь этой косметикой. Ну и замечательно, что вы не пользуетесь косметикой. Когда задаешь вопрос, чему, скорее всего, человек либо не знает продукта, либо человек вообще не знаком с нашей продукцией, либо человек когда-то подобрал не тот продукт, который ему подходит вообще. Поэтому вот это возражение, вы должны... Вот вы, если заметили, что я вам пререкламировала в начале вебинара, я вам пререкламировала продукт, мне нравится продукция, да, я вам... Тушь пять в одном, которая мне не понравилась в самом начале, и когда мне ей рассказали, как ей пользоваться на сегодняшний день, как вы думаете, какая моя любимая тушь? Да, пять в одном. Поэтому вы должны пререкламировать один-два продукта, те, которыми пользуетесь сами. Это может быть шампунь, это может быть краска для волос. Ребята, я думаю, что вы все посмотрели видео 50 фактов гордости Арифлей. Кто посмотрел, поставьте плюсики. Если вы посмотрели, посмотрели, я думаю, что вы там нашли по продукции, по... Очень много ответов. Вот, умнички, девчонки. Вот, если вы что-то не нашли, какие-то ответы в этом видео, пишите в чате, будем вам отвечать. Пожалуйста, когда вы будете вопросы писать в чате, ставьте большие, красные, у вас у всех есть на смайликах, и чтобы я знала, что вам на этот вопрос нужно ответить, потому что, вы же понимаете, мы не все время сидим в чате, буду видеть, что ваши красные вопросительные знаки стоят, тогда я вам буду отвечать на вопросы. Мне не подходит. То есть, это понятно, тоже человек сомневается в качестве, да. Я могу, вот не вставила слайд, вчера, буквально вчера вечером мы узнали новость, с которой я вас, и себя, и вас поздравляю. Наша компания «Арифлейм», опять компания номер один в Белоруссии, выбор года. Это мероприятие, которое, я может, да, ура, я тоже, девочки, аплодируем сами себе. Действительно, если вы будете выглядеть этими фактами, и вы скажете, вы правда думаете, что компания, которая занимает первые места, получает награды от таких вот масштабных мероприятий, масштабных конкурсов на уровне республики, вы знаете, что наш «Арифлейм» занимает первые места не только на уровне республики, а «Арифлейм» занимает, когда наша компания «Арифлейм» не боится свою продукцию выставлять на различного вида конкурсы, один из конкурсов это был контрольная закупка, кто знает, знаете, продукция «Велнос», нашу продукцию «Велнос», проверяли тоже, сравнивали, и компании, вы дали первое место, действительно, что продукт, то, что заявлено в продукте и содержится в этом упаковке. Вы понимаете, каким мы высококачественным продуктом с вами можем пользоваться? продукция «Велнос» производится в Англии, в Германии, производится по стандартам «Гиэмпи». То есть, для того, чтобы грамотно ответить мне эта продукция не подходит, ребят, вы должны владеть фактами, вы должны грамотно подойти к этому вопросу и ответить. Я раньше тоже так думала, но у нашей компании это, стандарт «Гиэмпи», вы понимаете, что не каждая медицинская фармакологическая фирма имеет стандарт «Гиэмпи». А «Рифлейм» производит на ней свои витамины и коктейли. Я считаю, что это очень большой знак гордости. Дорого, дёшево? Ну, ребята, когда к вам приходит человек «дорого», что вы или вы пришли к нему, показываете каталог, он вам говорит «дорого». Вы говорите «а знаешь что, я могу тебе предложить дисконтный номер, и ты будешь на 20% дешевле покупать эту продукцию». А знаешь ещё, ты на сайте сможешь видеть распродажи, которые до 80%. И ещё предложите участие в акции. Ребят, иногда бывает приходят люди, которые не имеют деньги, но они умеют их зарабатывать. На самом деле у нас сейчас большой поток студентов и пенсионеров. Это та категория людей, которым не хватает денег на сегодняшний день. И они берут каталоги, показывают каталоги и на этом зарабатывают. Поэтому если вам человек сказал дорого, предложите вариант дисконта, расскажите, научите человека именно зарабатывать деньги, оставлять свои деньги в кошелёчке. То есть я, вы знаете, по большому счёту бизнес и построила быстро, потому что всем клиентам, кому я предлагала каталог, я всех их регистрировала. Я вот эти 10-20 долларов, которые я могла заработать, вот моментальных денег, они меня не интересовали. Меня интересовали больше деньги, 700 тысяч долларов. Поэтому вот эти маленькие деньги я сразу же людям предлагала оставить в кошельке. Я говорю, давай я тебе оформлю дисконтный номер, ты будешь там ходить и будешь оставлять эти деньги в кармане. ну ты при этом можешь еще эти же деньги заработать. И вы знаете, всегда это практически срабатывает. Срабатывало и срабатывает. Ну и конечно дешево. Это обычно приходят люди, которые бывают на границе. Они обычно говорят, что я покупаю дютифри, я покупаю пользу продукции другой компании. Ну и пожалуйста. И в этом случае я рассказываю о самых дорогих продуктах у нас в компании Арифлей. Есть у нас такая категория клиентов. То есть мы рассказываем примеры, я лично рассказываю пример велнос, я рассказываю примеры нашей новой линейки Новэйдж. вы знаете, если бы наш Новэйдж продавался через торговую сеть один крем, к примеру, ночной, который участвовал в конкурсе, он бы стоил 150 долларов. То есть у нас проводился тоже конкурс между такими очень известными фирмами, один из них Диор, Арифлейм на втором месте, но крем ночной Новэйдж 40 плюс стоит у нас по-моему в районе 60 рублей 30 долларов, а крем такой же категории Диор стоит 150 долларов. Ребят, разницу видите, я думаю, даже если насколько не будет принципиально этот человек у вас, если вы эти факты ему расскажете, то он что он дурак 120 долларов оставить у себя в кармане. Богатые люди знают цену деньгам и они обычно слушают эту информацию, но вы должны владеть этой информацией. Вот. Алла, вы знаете, что 150-180 долларов? Потому что действительно, вы знаете, я тоже, когда путешествую, захожу в Дюти Фри и смотрю цены. Вот, ребят, тоже дорого, дешево. Мне часто люди приходят, я пойду куплю в Милу, я пойду куплю там Евроопт и еще что-то. Я с ними соглашаюсь, но я рассказываю такую свою личную историю, я когда выезжаю за границу где-нибудь в аэропорту Дюти Фри, я захожу и как профессионал интересуюсь ценами на Дорав, на какие, ой, слушайте, уже почти все марки позабывала, на Фла, на, ой, от перхоти, Кедан Шолдерс. Ребята, Дюти Фри, без торговой надбавки, да, там эти шампуни, гели для душа, они стоят 160 рублей в районе от 120 до 160 рублей, ну, 12-16, да, вот на наши сегодняшние деньги, 12-16 рублей, и когда человек идет покупает в Милу этот же продукт, ну, вот у меня, честно говоря, уже под сомнением, в Милу идет покупать со всеми торговыми надбавками, со всеми накрутками, да, со всеми вот этими транспортными расходами, и он покупает за 6-7 рублей. Вы знаете, я тогда задаю вопрос, а правда ли вы купили там настоящий Head & Shoulders? А правда ли вы там купили настоящий Head & Shoulders? И когда человек у меня начинает задумываться, и тут же я показываю, что посмотрите наши шампуни, посмотрите наши гели для душа. То есть, если вы, опять же, буду возвращаться и возвращаться к вашему профессионализму, насколько вы быстро изучите продукцию, продукцию можно изучить на наших вебинарах, вы тоже видели, у нас буквально в среду был вебинар по продукции, продуктовой продукции, я посмотрела, вы знаете, много чего для себя нового узнала. Дальше я, у нас есть руководство по продукции, у нас вообще замечательные, у нас шикарные каталоги, в которых идут описания, то есть, вот где вы можете стать профессионалом возражения, ну, то есть, находить ответы на все свои вопросы. И ещё у нас есть книга красоты, там всегда рассказывают именно создатели, которые именно работали над этим, над этой серией, над ароматом работали, они рассказывают свои истории, как они создавали аромат. Ребят, это несложно, выучите, прочитайте хотя бы, и вы будете легко тогда ответить на любой вопрос, вас никто не застанет в росток. На это всё, ну, вот честно говорю, уйдёт, но день-два у вас, чтобы изучить всю продукцию. Кстати, я тоже, когда начинала, я села, просто начала листать, каталог изучила, а следующим у меня, я изучила руководство по продукции, составы и тому подобное. Помню ли я их? Честно говорю, не помню, но когда мне надо, я нахожу информацию там, где мне это надо, я знаю, куда полезть, поэтому и мы вас обучаем тому, чтобы в нужный момент вы знали, к кому обратиться, где найти информацию. Самый быстрый вариант это позвонить фонсору. Ни в коем случае никогда не отвечайте того, чего не знаете, вы будете выглядеть, во-первых, смешно, а во-вторых, по вас будут судить о компании, то есть по вас скажут, ничего в компании Арифлейм не изменилось, то есть как были непрофессионалы, так и остались. Поднимаем именно свой уровень развития, вместе с тем мы, конечно, и будем держать имидж компании, сама компания свой имидж держит, вопрос, какой имидж у нас. Возражение по бизнесу, ребят, тоже ничего не изменилось, это не мое, это пирамида, зарабатывают верха, у меня нет знакомых времени, но и не надо. Вы знаете, когда начинают, одно дело, когда человек возражает ради возражений, я таких людей даже не пытаюсь переубедить, в чем. Но если человек мне задает вопрос, это не мое, я наводящий вопрос задаю, а что именно не мое? И человек начинает не говорить. Здесь нужно продавать. Ребята, кто у вас, кто из вас тоже вот этот вопрос бывает? Я вам говорю, что здесь продавать не надо. Кстати, я тоже пришла и сказала, что я продавать не буду, я продавать и умею. Вот, видеть, есть такие люди, да, но как я могу этот бизнес построить? То есть у меня как бы такой скрытый вопрос, как же я здесь делаю бизнес? Что такое продажи? Ребят, продажи, это если вы продаете на тысячу, на две тысячи баллов, когда вы продаете на три тысячи бонус-баллов. Есть такие люди и у нас, они продавцы. Вот это товарооборот. Тот товарооборот, который необходим нам, личное ЛТО, да, личный товарооборот, который необходим нам для начисления объемной скидки, компания выставила не проста. До того, как компания пришла на территорию Беларуси официально, она восемь лет изучала рынок Беларуси. И она определяла тот уровень жизни, который может в среднем беларус потратить на уход за собой. Эта цифра взята из реальной статистики. Поэтому в этом плане тоже, ребят, 150. Если вы, это много, например, это продукция на семью, это велнос, это витамины, это приблизительно один аромат. В следующем каталоге вы купили себе шампунь, краску для волос, вы купили тушь, вы купили следующий каталог, это могут быть подарки для друзей, знакомых. Все равно вы эти деньги носите в другие магазины. Спасибо, Анжелика, можно делиться дисконтом с близкими. Понимаете, все равно вы эти деньги понесете в чужой магазин. Начните покупать в собственном магазине. Это то, что касается продаж. На сегодняшний день все мои друзья, родные, близкие подарки получают от меня только от компании Арифлейн. Поверьте мне, когда предлагаю купить, им дорого, у них аллергия, у них все, то есть все эти возражения я сталкиваю. Когда дарю в подарок, почему-то ни у кого нет ни аллергии, и они уже ждут моих подарков, что я буду им дарить. Ребят, ну вот это моя история. А представьте, что у меня пять братьев, пять невесток, и все подарки я покупаю с Арифлейн. У нас дружная семья, мы друг другу дарим всегда подарки, поэтому мне делать личный товарооборот не составляет труда. То есть у меня личный товарооборот иногда если у меня еще не составляет Не навязывайтесь к людям, не приставайте к людям. Имейте, во-первых, самоуважение, чтобы приставать к людям. Что значит, приставать к людям? Он говорит, денег нет. Слушай, а я знаю место, где деньги есть. Пошли, разберёмся, начнём делать. И, пожалуйста. Пожалуйста, вот человек с вами в бизнесе. Возьмите вы работу, свою школу, что угодно, любую торговую сеть, всё по принципу пирамиды. Давайте... Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Возражениями. А второй мультфильм «Водопровод». Может кто-то уже видел. Он буквально коротенький. 10 минут или 8, не помню. Мультфильм когда-то меня просто так цепанул. Я поняла вообще в чем смысл этого бизнеса. Дальше. Вот для тех кто говорил. Даша по поводу Хорватии уже квалификация закончена. Поэтому ждите следующую. Я думаю что следующая квалификация. Следующая манажерская конференция вас ждет. Вот. Смотрите. Дальше. Кто-то говорил что с проблемой есть вопросы 150-75 баллов. Предлагаю вам отправить...